До важного события в профессиональной жизни Валентины Сайфулиной всего пара часов. Доярка из Могилевской области готовится подняться на сцену за наградой. Республиканский конкурс позади, а впереди еще столько нужно успеть, чтобы предстать перед коллегами из других районов во всей красе. Волнуется, причем не только камера смущает Валентину. На сцену надо выйти, это все тоже волнение. Специально для торжества купила платье, правда не яркое, спокойные тона привычнее. Осталось сделать прическу и маникюр. Впервые за 20 лет во Дворце профсоюзов собралось так много женщин, чья профессия – ухаживать за животными и давать стране молока. Вся валютная выручка сегодня, экспорт в основе своей измолочной продукции. И понятно, что наши труженицы, их золотые руки и человеческий фактор – это основа. Поэтому мы за это держим, чтобы этот человеческий фактор был на высоте. Люди приходили на работу с улыбкой и без улыбки. Потому что этот труд наших женщин самый тяжелый во всем народном хозяйстве. Радость победы с Валентиной разделяет супруг. Вместе они уже 15 лет. Столько же бок о бок на родине. Так называется хозяйство. Сергей слесарь отвечает за исправность оборудования и, конечно, старается ради жены. Может, потому семейный подряд и вывел Валентину в передовики. Она лучшая доярка не только в своем СПК, но и в Могилевской области. Ни много ни мало, а почти 6 тонн молока в год. Вдвое больше, чем у других. Доильный завод у нас не новый. Оборудование 14 лет. Но молоко у нас идет только экстра-классом. Это зависит не только от оборудования, но и от наших рук. Корову надо и сдоить, промассажировать, подсопить. Потом проверить, подоилась она или нет. Обработать. Все это зависит от нас. От руководства зависит зарплата. Порой в месяц доходит до 1000 рублей с учетом стажа, объема и качества молока. Глава предприятия не скупится на премии, если свободную минуту не тратят на перекур или вовсе бросают вредную привычку. Еще одна прибавка к семейному бюджету – молоко от домашней коровы-принцессы, которое Валентина сдает родному предприятию. Вот у нас молочко от своей коробки. Делаю сама творожок. После официальной части еще есть пару часов до автобуса. Нужно успеть пройтись по столичным магазинам. Оригинальные сапоги, да еще с утеплителем Валентина присмотрела сразу. Надеется, ее подопечные буренки оценят обновку. Не забыла и про подарки внукам, ведь бабушку они уж точно ждут не с пустыми руками. Сергей Козлович, Елена Кукшинская, Марина Тимофеева, Сергей Вяль и Владимир Недобоев. Наши новости.